Вечер добрый, мы с вами на сфере ТОКС. Наши гости интересные люди, которые живут рядом с нами. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кира Ритари. Замечательно. Объясняю правило. У нас только одно ограничение, мы общаемся не более 25 минут, и этот разговор полностью без купюр идет на наш канал. На все остальное никаких ограничений нет. Любые слова, любые темы, любые вопросы. На любой вопрос можно не отвечать и можно задавать любые встречные вопросы. А если посчитали, что наговорили лишнего, то всегда можно разговор с нашего канала убрать. Работаем? Да. Кира, вы сегодня вот только что узнали, что вы стали победительницей конкурса, который мы проводили. Сфера проводила «Право на жизнь». Какие эмоции? Ну, я не рассчитывала, что я выиграю, но приятно. Приятно. Да. Вот расскажите, как идея вот этого замечательного совершенно твоей работы, как она к тебе пришла, к вам? Ну, не знаю. Мама сказала, что будет конкурс, и мне было интересно сразу начать делать, думать, как делать, что я туда, что я там буду делать. Ну, и вообще, тема интересная. Ты ведь наверняка... Вы наверняка ведь думаете, да, в принципе, о жизни. Вот у вас очень интересные там и про войну, и про то, что животных нельзя, да, и то, что планету немножко напрягают. Что самое, как вот вы считаете, главное, вот в вашей работе «Право на жизнь»? Ну, мне кажется, самое главное, что нужно всех ценить, уважать, и у всех должны быть хорошие права. Вы учитесь в школе? Да. В каком классе? Ну, пятой закончила пару дневников. Пятой закончили, да? Да. Переходите в шестой, соответственно. Ну, да. Это там кто? Это младший брат? Да. Сколько младшему брату лет? Полтора года. Полтора года. Младшему брату полтора года. Что самое интересное вот за этот пятый класс было? Ну, не знаю. Много интересных моментов было. Ну, например, какой-нибудь один вот такой, что вот помню. Ну, в походы нравится ходить. Походы? Да. Вы ходите в походы школы классом? Да, классом. Ой, расскажите. Ну, у нас учительница очень любит всякое креативное делать, и поэтому она очень много разных походов нам планирует. Ну, и мы идем. Иногда кажется, что будет скучно, но все равно у нас там почти всегда нам очень весело и нравится. А что самое там интересное? То есть вы ходите с ночевкой или без ночевки? Насколько? Как это вот происходит? Да нет, ну, на пару часов иногда. Ну, на велосипедах или пешком. Всем классом? Да. И куда, например? Вы ведь в турку учитесь, правильно? Да. В какой школе? В Ханну Ньютонголу. Ага. И куда вы из этой школы, соответственно, вот эти походы? Ну, недалеко. Например, на берег, вот, недавно ходили. На берег реки или озера? Озера. Озера какого? Литой Станьярови. А, то есть нашего этого Литойниновского озера. Понятно. Всем ребятам нравится или как-то кто-то это больше оценивает? Ну, большей части, да, нравится. Бывает пара человек, которым не очень нравится, так что просто свобода и никакого плана. А почему им не нравится? Я не знаю. Как вы думаете? Ну, им, наверное, хочется, чтобы больше было, как запланировано, чтобы они знали, что они будут делать. А вот, скажите, учитесь в финской школе, да, с самого начала? Да. И на финском языке? Какие сложности? Ну... Ваш родной язык русский или? Ну, и русский, и финский. И русский, и финский, да. Ну, какие сложности в финской школе? Ну, в принципе, никаких вот, если как со стороны языка, то нет никаких. Но иногда там есть, конечно, непонятные задания, там... Ну... По какому предмету чаще всего непонятные? По историю. У нас не своя учительница, и она... Как-то она слишком мало вот объясняет, как задание делается, или там... Не чётко говорит, куда она его отсылает, или что-то там. А вообще, как у вас вот в классе есть ещё ребята не финны? Из каких, если есть, стран? Есть. Из Англии, но обычно наполовину финский, наполовину вот английская девочка есть, и ещё какой-то мальчик наполовину, финский наполовину, я не знаю какой. Ну, обычно хотя бы наполовину, но финский. А они как себя чувствуют? Абсолютно в своей тарелке, или всё-таки есть такой элемент, что они всё-таки не, как бы, неполные финны? Есть такое вот что-нибудь? Да нет, вообще я не видела, чтобы они хоть раз проявляли стеснение там или нет. А есть специальные какие-то у вас вот в школе, какие-то курсы, чтобы людей вот действительно интегрировать в общество, чтобы они чувствовали все себя полноценными членами? Нету. Нету, да? То есть вы просто вот... Какие, например, предметы у вас были в пятом классе? История, финский, английский... Математика, наверное. Математика, да. Ещё какие-нибудь? Физкультура... А вот, Кира, есть такой предмет, которого нету, а вы бы очень хотели, чтобы он был? Ну, у нас девочки хотят, чтобы нас преподавали что-то типа кулинарного, не знаю. Кулинарии, да, учили готовить. А на уроках труда не учат готовить? Нет, на уроках труда мы шьём, деревья рубим. Ну, не рубим. Деревья рубим в саду или? Да нет. Ну, например, подставку делали для сковородки. Ага, то есть что-то полезное в быту, да? Понятно. То есть вот хотели бы больше, например, кулинарии, ещё чего-нибудь, может быть, не хватает какого-нибудь урока? Ну, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы было побольше уроков с креативностью какой-нибудь. Творческих, например? Ну, да, ну, у нас рисование, труды, физкультура есть, но не знаю. Я не задумывалась, вот какой. Ну, например, вот чтобы этих самых уроков было побольше. Там, где можно творить, да? Ну, да. Вам кажется, что вас сдерживают, вам навязывают программу или всё-таки вам дают свободу в школе? Ну, и то, и другое. Иногда свободу, но больше всё равно вот правил всяких. А какие, например, правила? Ну, обычно нам мало чего разрешают. Например, вот если мы смотрим какой-нибудь документальный фильм, то нам нужно сидеть на своих местах обычно. Ага. А есть какие-нибудь наказания в школе? Потому что вдруг нас, например, слушают ребята, которые учатся не в Финляндии. Вот какие-нибудь наказания есть в школе финской? Какие наказания? Ну, например, выгонять из класса? Или, например, оставлять после уроков? Или, например, заставить нам переписать 10 раз одно и то же, там, где ошибку допустил? Ну, нет, таких вот нет. Но, например, если очень много раз опаздываешь на урок, то это время вместе складывают, и, например, на час можно остаться после уроков. Но я считаю, что в России строже наказания. А есть какое-то общение с ребятами, которые учатся в России в школе? Нет. У меня мама русская, она рассказывала. А вот что ребятам, с которыми вы дружите, например, что им нравится, не нравится? Можно как-то какие-то группы в школе именно? Как это? Ну, например, у меня тоже есть дети, да, и они учатся в международной школе. И вот у них есть, например, нелюбимые преподаватели, есть любимые. Есть какие-то вещи, которые им не нравятся на переменках, там, что их там, не дают им качаться на качелях, сколько они хотят, а есть там правило 60 секунд, например. Вот есть какие-то такие вещи в вашей школе? Ну, да. Есть вот определенные учителя, которые очень строгие или непонятно объясняют, то их вот не любят в школе. Это какого предмета, например? Ну, не знаю. У нас есть в школе одна учительница, которую не любят, но она мне ничего не преподает. Пока не преподает. Да. Кира, в финской школе сколько лет учатся? Ну, в младшей школе 6 лет, в старшей 3 года, а дальше я не уверена. Там еще вроде идет, да, какая-то типа Лукио или там бакалавриат так называемый, да? Да. А вот кем бы вы, Кира, хотели стать после школы? Ну, я хочу вот планировать что-то тоже вот креативное, например, ну, я не знаю, например, чего, но что-то. Ну, например, креативное в области кулинарии или литературы или самолеты делать? Ну, не знаю. Я еще пока так глубоко не задумывалась. А вот после школы какие у тебя хобби? Чем ты увлекаешься? Пока гимнастикой, акробатикой. И вы думаете, что это дальше как-то куда-то будете? Или это просто вот сейчас так, а потом когда-то там на что-то другое поменяете? Я тоже пока не знаю, но пока мне все нравится. Думаю, что буду продолжать, но неизвестно, как все изменится. Понятно. Вот вы старшая сестра, правильно? Да. И для младшего вот этого замечательного брата, и для, да, вот замечательной этой красивой совершенно младшей сестры. Да, я тоже машу рукой. Сложно быть старшей сестрой? Ну, не то чтобы сложно. Обычно весело придумывать вот, что поделать. Вот все-таки как бы чувствуется ответственность больше. Но иногда бывает сложно. С братом нет, но с шестилетней сестрой иногда да. А что с ней бывает сложно? Ну, она часто возомневает, что она командирша. Ну, как-то так. То есть она не признает авторитета старшей сестры? Ну, да. И как старшая сестра на это реагирует? Противно. Как, например? Ну, не знаю. Как-то противно, потому что я считаю, что она как бы должна меня слушаться. Будь не все время, но хоть в чем-то. Но она, нет, она совершенно другого мнения. Понятно. А домашнее животное какое-нибудь у вас есть? Нет. А хотели бы? Я да. А какое? Я бы кошку хотела. Специальную какую-нибудь породу, масть? Нет, просто кошку. Любую, любую кошку. А куда бы хотели, вот если не в Финляндии, то где бы хотели жить? Есть какая-нибудь страна такая, которая нравится-нравится? Ну, не знаю. Наверное, нет пока. А в России часто бываете? Ну, пару раз в году. Пару раз в году, да. Где, в каком городе? В Рязани. И что вы там делаете? Там у меня бабушка с дедушкой. И что вы делаете, когда приезжаете в Рязань? Ну, у них есть дача, мы обычно на даче, если летом, то на даче, и у них там много растёт всякого, едим, нравится. А любимые какие на даче растут растения? Ягоды. Какие? Разные, я много ягод разных люблю. Так любимые, не знаю. Чёрная смородина, красная, крыжовник. Ну, наверное, крыжовник. Крыжовник. А писателей каких вы любите? Ну, не знаю. Финских, русских, там какой-нибудь, может быть, особо есть интересный? Ну, русские писатели, мне вот кажется, они красивее пишут, чем финны. То есть, лучше слова там разные, не знаю. То есть, они как больше с выражением. Мне нравится читать. А вот так вот прям любимого писателя у меня нет. Ну, некоторые книжки из России нравятся, некоторые из Сунятии мне как-то... Ну, последнее, вот что читали, какую книжку? Ну, я не помню писателя. Финскую или русскую? Русскую. Русскую. Понравилось? Да. Ну, хотя бы о чём там? Ну, о приключениях какой-то там девочки. Она тоже вроде в шестом классе сейчас. Ага, понятно. На лето какие планы? Лето у нас такое странное выдалось, правда? Непонятно, можно будет поехать в Рязань или не можно. Какие планы на лето? Я буду много общаться с друзьями. И купаться, мороженое есть. Мы с подружкой уже много чего запланировали. Например? Например? Или это тайна от мамы? Нет. Например, мы поедем к ней на дачу на несколько дней. Понятно. Успехов, Кира! Огромное ещё раз спасибо. И большие вам поздравления. И за победу, и за то, что началась, наконец, пора каникул. Что вы поедете. Успехов всего-всего. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Вам тоже успехов. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова